меня зовут осина татьяна владимировна я член назарии то есть у меня вся классика я там про внучка внучка дочка мать в общем химически зависимых и прочее 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 и чем дальше узнаю свою свою семейную систему тем больше узнают деструкция как она шла и что в ней происходило я горжусь что члена заре потому что то я с этой организации все время пока я выздоравливаю заре рядом со мной и часто сюда приходила и здесь одно время вообще мы сидели работали ну естественно до участвую в общественной жизни азарии вот таким образом как сегодня на читаю здесь лекции начать я хотела с того что завтра например день рождения моего папы и ему бы завтра было 94 года я почему вспоминаю туда ты вспомнила перед этой лекцией потому что в свое время цыганка нагадала что он проживет тянуть 4 но папа нет 35 лет сайте сколько унесла его болезнь 35 лет жизни и вот это очень важный момент чтобы все знали что не все доходят до финиша не все доходят до выздоровления как говорят анонимные алкоголики да все когда-нибудь просят употреблять только счастливчиком это удается при жизни понимаете да поэтому обязательно читаю лекции о том чтобы люди выздоравливали и что это возможно выздоровление вообще возможно вот я 23 года в программе и конечно очень много людей прошло через так через те группы в которых я была сама в которых я училась которых а теперь люди выздоравливают я вижу эти городские выздоровления как люди меняются меняются лица меняется ситуация бросают употреблять и когда ко мне приходят и говорят нет он никогда не пойдет на группы ли она никогда не пойдет она не будет выздоравливать она не хочет она не осознает что она зависим или там до созависим это не так окружение того человека который болен делает так чтобы он пошел и это реально добиться в любом случае и конечно хорошо делать это вовремя потому что вот первая фраза моя не зря это важно делать пока не так скажем не исчезли ценность жизни что когда-то у зависимого вот такое происходит либо ему выздоравливать и тогда это очень тяжелый труд либо уйти из жизни и такие случаи бывают когда просто зависим уходит из жизни и вы все эти эти случаи знать если вы ходите на группы вы встречаете людей у кого кто-нибудь ушел из жизни потому что был зависим и не смог дальше жить с этим и с этим жить не может и без этого не может вот так и тогда потерялась вот эта ценность жизни ценность семьи ценность дома ценность любви вот сегодня его лекция посвящена любви безусловной любви как лекарство от зависимости как вы думаете почему я так называют лекцию почему любовь то лекарство наверно есть вопрос наверно может быть есть сомнения да вот мы сейчас мы сейчас как раз этого посвятим этому время значит что я хочу сказать видео снимается для тех кто в других городах и других странах чтобы они могли вас послушать мало того вы можете всегда это послушайте посмотрите может быть что-то понятно что бывает что с первого источника не все понял там потом послушал еще что-то всплыла когда будут ваши вопросы там ответы личные на ваши вопросы это будет все вырезано естественно да из лекции это все уйдет и будет только там теоретическая часть то что я говорю что вы чувствовали себя безопасность значит вот говорю о том что безусловная любовь является лекарством иногда говорю своих лекциях как я в общем выздоравливала как я училась меня учил лифтарников и чеснокова и я писала диплом и конечно я была созависимой моя основная цель было лекарства дайте лекарства потому что все люди приходящие ко мне гордайте таблетку от зависимости дайте лекарства понятно что это не не психоактивное вещество и не таблетка это не химическое вещество мыши химическим веществом бесполезно лечить зависимого ну и созависимого тоже понимаете у нас тут очень трезво мутно и каша и левая таблетка она только портит называется но если уж совсем бессонница тогда может быть или совсем давление скачет тогда но учитесь этим справляться это реально вообще справиться с любой болячкой если посвятить этому время и возможно любовь является лекарством вообще от любой болезни наверное все вы когда-нибудь читали вызов и у нее чё там на каждой странице люби себя люби тот орган который болеет любви дата место уважаю его придавая ему значение да но не только луиза хей алис бурбу об этом же кстати горелись бурбу раньше написал лузах и позже осетин ажикаринцев и все остальные авторы все они об этом что любая болезнь это отсутствие любви в основном если болеем это естественно отсутствие любви к себе но где же нам взять любых себе когда нас учили совершенно другому и мы все с вами здесь то сидящие мы все здесь функциональных семей понятно что здесь нет любопытных который человек здоровый можно было загорать купаться и тут пришел лекцию слушать нет мы пришли потому что иначе невозможно и говорю о том что если вы здесь сидите если вы все вот сейчас живы и здоровы это значит любовь в системе было совершенно точно потому что дети рождаются только от любви вот никак по-другому и вот читая хеллингера это я изучаю еще до другие методы психологические всякие философские я понимаю что это действительно так даже если вы родили родились в результате изнасилования все равно какая-то искра в этот момент прозвучало когда две клеточки скале друг другу да и соединились возникла жизнь она дальше стала развиваться и обязательно в ваших семьях был человек который вас любил безусловно это обычно не папа и не мама хотя разные варианты бывают это бывает даже какой-то очень дальний родственник у меня например это сестра моей бабушки и она меня любила только один день по крайней мере я это помню потому что мы не жили вместе она приехала к бабушке в гости и вот этот день я очень хорошо помню когда она меня очень слушала задавала мне вопросы я и было интересно и вот это было полное принятие меня и любовь ко мне и вот это есть системе просто и системы это безусловно любовь пришла через эту вот двоюродную бабушку как называется через нее пришла ко мне потому что система то очень дисфункционально у бабушки была сестра которая болела алкоголизмом которая умерла от этого и у бабушки естественно мой папа и дальше все соответствующее не все так просто как кажется но был человек который нес вот это знаете как не знаю свечечку огонек вот этой безусловной любви от предков и еще если вы действительно почитайте хеленгер и поймете вот его его философию он все-таки ну человек-то умный им вообще до 25 года рождения ему много лет и читайте первую работу последний понятно уже можно и вот он говорит о том что всегда в системе в любой семье есть источник вот этой любви жизни который очень хотел чтобы вся семья дальше жила чтобы были потомки вообще вот в семейной системе есть смысл вообще всей жизни всей борьбы за жизнь потому что если на брать наших предков они прошли через войну через голод холодную на вашей памяти может быть и на памяти ваших родителей перестройки эти все эти пятилетки в три года это вот это трудные времена но все хотели чтобы дети жили хорошо согласно со мной абсолютно все родители как бы они себя не вели как бы они нас не воспитывали не хотели чтобы мы жили хорошо чтобы у нас было все что нужно для жизни и вот этот источник он и сейчас в ваших семьях потому что есть вы и есть ваши потомки это точно совершенно я каким-то образом интуитивно когда у меня сын заболел я каким-то образом интуитивно это чувствовала что это есть вот там бабушки даже наши в общем все родственники крылья на всего пропащий все пошло под откос ничего толку не будет и мне было очень странно это как это вот я до человек с определенным смыслом жизни да очень борющиеся за это мой муж ну понятно алкоголик но все равно вот почему собственно у сына должно все пропасть в нем есть какое-то зернышко которое вот должно прорасти и стержень этот выработать и я не удивляюсь потому что вот недавно тот разговаривал со своим сыном и я не знаю кто из нас старше представляете дожили до тех времен когда то что я в нем верила я теперь это вижу то есть он вот и повзрослел и женился и он разговаривает со мной так что я ну я не такая умная как понимаете да он тоже умный в том смысле я вам говорю чтобы вы понимали что там это есть чтобы никогда не теряли надежду я всегда говорю на своих лекциях нам из финляндии когда вот такая же общественная организация есть финляндии матери против наркотиков как озария они приезжали к нам по обмену опытом или читали у нас лекции и вот первая фраза которая от них звучал никогда не теряйте надежду никогда ваши близкие способны выздороветь остается только ваша небольшая работа небольшая не скажу что надо знаете ворочать шкафы не знаю окна закрывать решетки на окна стать не не надо наоборот все это отдельная тема в каждой семье свои рецепты рецепт это у каждого свои а безусловная любовь у всех будет лекарством что вы слышали безусловной любви вот слова любовь мы все слышим и часто говорим друг другу эти люблю да или выражаем любовь каким-то другим образом и вот я всем говорю да вот эта книжка совершенно замечательно замечательно да для тех кто может купить купите а для тех кто не может в интернете она тоже наверно есть пять языков любви учебно на это очень хорошо изложено это азы конечно азы того как любят и на каких языках выражают любовь но потом понимает а в какую сторону думать вы уже поймете какие языки любви в вашей семье потому что их на самом деле больше чем 5 их на самом деле там больше 300 они еще меняются с возрастом из жизни но на самом деле книга очень простая очень легкая очень понятная можно с близкими начать сразу выражать любовь именно на их языке и научиться принимать любовь на своем языке бывает такой да вы лезетесь с обнимашками а ваши близкие от вас особенно подростки или молодые люди хватит меня тут целовать обнимает что это тут вот это да или наоборот вот я в сыном с вами помню когда это вот изучала и дома какой же у него язык любви и я думаю так вот когда ему говоришь чем тему по все равно там так когда обнимаешь но естественно молодой человек там типа чё ты мне тут это не надо меня не целовать не обнимать время с ним проводишь у него вечно нет времени у него заняты своя какие же не языки любви то чем же и я его спросила говорю как ты думаешь вот я тебя люблю он говорит ну конечно а я в раках ты знаешь что я тебе он будет но вот суп сварен вот и меня любишь такой при этом он может этот суп и не есть важно что я его соли то есть позаботилась каким-то образом позабо теперь то есть совсем другой вообще у нас там где-то понятные схожие диеты но совершенно разные и я помню как я не могла вылететь этот суп я бегала по квартире думаю его не доели его надавливать на тоже мой язык любви а как же нет вот это вот интересное такое замечание когда хорошо бы еще и спросить своим близким какие но это про любовь вообще а вот слово безусловно любовь где не слышно и как это безусловно да вот маленькие дети абсолютно точно любят своих родителей но близких которых которые вокруг них безусловно ну еще конечно животные собаки обычно вот эта преданность бесконечная до его бьешь там не корнишь палкой гонишь он любит а что же потом происходит посмотрите в детстве мы своих родителей любили безусловно но это изучено еще на детях детских домах ребенка детского дома если есть в одном бежать домой бежит домой как бы его там не встречали какая бы там дисфункция не было он все равно любит своих родителей это автоматом это вложено автоматически в каждом человеке и в нас в каждом из нас и в наших детях это вложено богом ну так высшие силы как мы понимаем программе понятно куда потом девается вот здесь все сидящие можете так вот спокойно сказать чтобы своих родителей любите сейчас безусловно или своих детей вы любите безусловно или себя вы любите безусловно тоже не куда девается то есть мы с вами получаем опыт когда наша безусловная любовь кому-то не нужно мы почувствовали отвержение когда-то мы почувствовали в ответ что-то другое и что-то стало происходить что этот вот огонек безусловной любви угас вот у слова любую слова любовь какие вы думаете синонимы вот что будет выражать любовь какое может чувство ощущения а нежность забота ощущение радость счасть поддержка замечательно то есть мы с вами на самом деле о любви очень много чего знаем и у каждого из нас свои языки и мы можем это описать лично для себя до навязать кому-то невозможно а что будет антонио слава любовь ну то есть противоположным значение ненависть злоба обида отвержение контроль до насилия да будет антонио и тогда здесь когда идет любовь у нас ощущение какие тепло спокойно да ну радостно так про приятно да и энергия идет мы же это чувствуем когда нас любят мы все чувствуем вот очень многие говорят мне мы в семье не говорим о любви я это чувствую вот я точно знаю что меня вот там папа любит мало вот не очень а папа любит как мы вам же не говорит что эти не люблю правильно а мы же это чувствуем и также наши близкие это тоже чувствует а если брать когда мы испытываем ненависть и злобу и обеду мы чё гоним холод такой до расстояние дистанция и даже бывает такой даже напор типа отвалит меня да и тогда мы уничтожаем и того человека которого не любим и в этот момент сожалению полка двух концов мы уничтожаем себе тоже вот никогда не думайте что если вы испытываете кому то ненависть это только к тому человек как себя тоже на те кто программе понимаете в девятом шаге там много чего работает предстоит по этому поводу но мы сейчас вами не на шагах у нас сейчас курс лекций для новичка помните да для тех кто только пришел в программу то есть чего начинать то одно дело начинать конечно с поиска групп которая вас устраивает по времени и по возможности бесплатно групп с поиска наставника с чтение литературы прописания шагов ну и помогаю еще что сделать в реальности чтобы не ждать когда это начнется выздоровление то чтобы начать это делать уже сейчас что ждать то некогда близкие то уже употребление раз вы сюда пришли значит кто-то близкие в употреблении причем в смертельном заболевании который усугубляет наше заболевание смертельное его тоже то есть она там развивается тогда как же тогда без условий пока не знаем к хорошо как любит созависимый уж как созависимый любит мы с вами все знаем она что-то сверх забота да вот так сейчас приводили пример можно сошлись можно сошлись как же они уже зарплата низкая у нее же маленькой зарплаты нужно жить то не хватает ника он вообще он подвиг же он же работает уже надо ему помочь надо его дать безвозмездно денежек или чего если денежки уже там наставник горит не давать ну как же надо еды туда отвезти путевый пример когда мой сын лежал подкинских бараках а я думаю надо же туда еды отвезти чего в больнице кормят то никак не кормят на даже нести и я там на готовила напарила же нажарила две такие котомки неподъемные по этой миргородской несусь мне наши девчонки аланова горит не не несись туда и не неси вот это все неси два зеленых яблоко уж если тебе не сидится дома отнеси все я приперла эти две лоськи а его там нету то есть койка есть под числится он числится но его там нет ворота открыты уже давно ушел гулять по городу понятно я с этими лоськами обратно что ставить ничего нельзя также нельзя не передать ничего там если ты хочешь что-то сохранить нужно под себя кладешь чтобы это сохранилось там наверное сейчас так но может быть по-другому тогда было так это был по-руслым значит зависимый любит сверх заботой сверх ответственностью сверх контролем не интересом а контролем еще как полностью себя подчинить истратить ради его часто даже приходя в программу перекрашивать да я сюда хожу ради того чтобы я тут всю семью вытянул я тут за все все сделаю всех научу я домой приду всем лекцию прочитаю мне вот мои близкие мы же там одновременно приблизительно все выздоровели меня муж первый пришел программ потом меня привел потом сын пришел и когда я начинаю кому-то рассказывать что там за выздоровление кто опять лечишь опять лечишь вот это полечить другого это наша до подсказать а вот еще соседки надо ниже тоже там не очень хорошащие подружки надо еще на работе у нас на женщина вот а еще на улице кому-то марма валют кому-то тоже еще надо вот это вот сверх заботы и сверх ответственность созависимого и тогда это про любовь памятник то мы хотим при жизни но на самом деле мы и и себя в этот момент не любим потому что мне сегодня до женщин рассказал как я устала я крутые устала потому что ты перехватываешь ответственность за других когда ты несешь чужой ответственности действительно устаешь это точно совершенно а когда только свою тогда легко замечали вот кто-нибудь почувствовал когда вы раньше все на себя брали а потом вдруг перестали на себя брать стало легче сразу становится легче то есть появились новые ощущения пошла энергия пошла энергия тепла любви а но срыв без срыв то никто не проводим не оказывается дамы с вами на каких-то негативных эмоциях обязательно срываемся все понятно сейчас обещала пример перевести один из последних на этой неделе можно встречаться со своим приятелем понятно у меня обычный муж вот теперь у меня обычный муж совершенно который может с приятелями там что-то употребить и вдруг он он очень ответственный и вдруг я звоню а он раз и не берёт трубку и я звоню еще раз опять не верю трубку и совсем не там в общем некоторое время думал сейчас перезвонит нет не перезвони не перезванивали и думаете чем у меня в голове конечно вызвала такси я еду ночью в голове так дом когда его после раз видела утром он меня сажал на метро он был на машине разбился на вашей так стоп до вечера мне бы уже сказали так думать так хотел зубном от зубного поехал реанимацию да уже нет тоже бы сказали так что ты себя развой катастрофическое мышление уже пробилась все но это на уровне мысли это вот мгновенная была реакция но все тоже катастрофическое мышление врубилась то есть неизвестность неизвестность пугает однозначно сразу стресс и сразу пошел срыв созависимый так любит другому навешать сразу ужасных событий а мысль материально туда и и притяну то есть старайтесь конечно с катастрофическим мышлением справляться но понимать что созависимая любовь это не любовь да в этот момент не любим ни себя ни своего близкого не человека которым заботимся почему начинаем его тихо ненавидеть честно моего тихо ненавидим за то что он столько отнимать сил и энергии и даже если вы ухаживаете за больными своими родителями да но очень устали от этого то вы тихо и все равно ненавидеть если даже не создаете выдумать скорее должны ушли на пути и вот это очень деструктивно потому что ну невозможно то это невозможность энергии ненависти энергия разрушения себя и других людей а так со стороны кажется флагом машем я же такая ура ура я все спасла всем все хорошо сделал особенно когда вы после работы на работе остаетесь я за всех сюда делаю я же не могу поручить я лучше сделаю всякие отчеты то я лучше всех все знаю я тут по делаю тут еды начальника и прочее прочее а чувство всего два любовь и страх потерять эту любовь так мы это все делаем из чего и страха потерять любовь потому что недолюбленные мы абсолютно все с вами чего не то получили с раннего детства любви ничего нельзя не купить ни за какие деньги любовь вот не купить не магазине взять нигде вот это любовь взять нигде и получается как без выхода нам не дали и семьи нам не додали и мы недополучили и про безусловно любовь может быть никто и не слышал и когда безусловно не не любили а как нас любили родители вот чего вы об этом помните пятерочку принесла хорошая девочка но вот если ты хочешь закончишь хорошо мы тебе там чего-нибудь подарочек или поедешь лагеря еще очень купим кофточку либо были другие перекосы мне папа не знал в каком я классе учусь вообще и у меня есть сейчас такие клиентки а как пришла в школу и я горит не помню и женщина мать и на какие не помню в каком классе будет нормально она не алкоголичка вы понимаете да чек созависимый но чего делать свою жизнь спасает либо мужа либо слишком много работает вот спасает всю страну весь мир ковна от чего там ответственности и там и там и там и там ну какие наши да ей соседки помогаю и родителям я же у меня там некогда на группы идти потому что у меня еще там какие-то ответственности я туда 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 лишь бы быть заняты у нас даже есть книжка такая слишком занят чтобы жить это наша и это тоже не про любовь не к себе не к другому человеку то есть где не любовь мы с вами понимаем там где созависимость там любви нет значит если начать любить если начать стараться двигаться в ту сторону то выздоровление наступает автоматически как сделать с чего начинать давайте вот это рассмотрим каким и местом любим любим сердцем хорошо давайте рассмотрим где у нас живет созависимость пойти многие говорят на группа где она живет между бровей созависимость только здесь вы понимаете что все что ниже все здорово и все все об этом знают что созависимость только здесь все остальное страдает от созависимости понятно если вы ноги стоптали чего-нибудь кому не доставляя там особенно где наши созависимые работают социальными работниками психологами психотерапевты созависимы все там бесплатно где-нибудь кому чуть отвезти помочь бесплатно помогать плохо слово бесплатно вообще самое нехорошее словами мне клиенты в свое время уже там я зале расшифровочку то есть важен баланс если вы где-то что-то даете вы должны от этого получить это не то что вся жизнь ты мне да я тебе да но смотрите за этим балансом как только перекосило вы уничтожаете тех людей кому бесплатно помогаете понятно что если мы занимаемся благотворительностью если мы занимаемся волонтерством там из этого что получаем радость мы рады им помогать мы счастливы от того что кто-то вну более обездоленный от нас что-то получил и вот эта радость она окупается нашей затратам труда но хорошо делать подумавшие иначе как только вы к вечеру устали или я не устаю но я вся напряжена прямо и на спине уже написано у нас же так бывает ты устала не все нормально вот как обычно люди приходили все нормально какая норма какие чувства наши все подавлено с вами а чувствах читала уже лекцию поэтому и много литературы чувствах сейчас вышла с именно программной читайте эту литературу осознавайте свои чувства потому что где мы не знаем что мы чувствуем там не найти любит любви у там паруси паруси не найдешь да каким местным сердцем да то есть ниже бровей все остальное здоровое и сердце явно только если пострадает от созависимости понятно если мы не спим переживаем если мы ругаемся злимся понятно сердце пострадает но в нем живет любовь тогда как его услышать как услышать это любовь сердце что сделать отключить голову вот это замечательная вообще тема и даже иногда клиентам говорю купите шарфики все завяжите он движут она работает кстати шарфик просто когда он как-то прерывает связь но очень непросто вообще созависимый человеку перестать думать ведь основная масса созависимых да и вы знаете я не могу отключить голову и все время об этом думаю понятно особенности когда близкие в употреблении как отключить это ты думаешь все время ним и о ней да или там не один были я помню такие на крупных женщин да у меня к двое детей употребляют а мне папой мама в употреблении вот так как можно да если там события там уже долги там уже чего-нибудь сгорело там теряют жилье там потеряли работу а чего едят едят не едят вообще может быть и поесть нечего а может быть уже чем-то торгуют а может быть уже что-то украли там полиция ходит а там суды а вот вот мысли мысли все катастрофа все здесь и поэтому отключить очень тяжело и тогда нужна помощь обязательно нужна помощь ведь почему выздоравливаем в группах потому что легче все-таки когда ты с таким же человеком который идет чуть-чуть впереди или который в этот момент более ресурсной и ты с ним поговорил уже друг от друга в общем не очень заряжаемся на свои в голове и поэтому отключить проговорив продышав просто нав проживя и начать жить телом и слушать сердце вообще это не очень просто это такая работа чтобы послушать да вот этот душу сердце но кто как называет да вот свое внутреннее может быть начать слушать тело вообще вот начать с этого слушать тело вообще вот сейчас попробуйте сейчас всем все меня слушайте да тоже этим делом местом а сейчас попробуйте послушать свое тело напряжение жуткое вот в зале напряжение жуткое чувствуете да у нас сразу напрягаемся как это а никогда не разрешали а надо было лицо и сейчас надо лицо сохранить и держать попробуйте выдохнуть глубоко только глубоко у нас невротическое своим дыханием кто пением учиться или кто учит пение все знают вот так дышим а так и попробуйте вдохнуть и медленно выдохнуть не быстро полегче стало вот когда стало полегче тогда уже можешь чего-нибудь кому-нибудь давать именно здорового когда ты сам почувствовал себя полегче и обязательно подумайте о своих потребностях если вы действительно не отдыхаете или вовремя не кушайте мало пьете воды вот да не очень думаете о себе то безусловно любви говорить вообще не приходится ну это внутренние органы страдают сердце тоже слабого если у кого-то здоровая значит понятно откуда идет через что идет любовь но где брать то ведь не любили безусловно никто смотрите если даже вы вспомните одного человека вашей семье который хоть однажды когда-то показал что такая ли безусловная любовь не очень просто вспомнить кстати говоря вот я тут вспомнила у вас предстоит такая работа я прям задание вам дает вспомнить человека который вас любил и принимал безусловно может быть это вообще соседка была может быть это подружка может это подружкина мама была может быть чей-то папа там с кем вместе гуляла на площадке на какой-нибудь детской может быть когда-нибудь родители ваши проявлял эту безусловную любовь потому что я помню четыре момента с папой когда он меня очень любил 4 за всю жизнь четыре дня может быть не не целых даже дня но я помню это и чем дальше я выздоравливаю тем я больше вспоминаю этих моментов папа действительно меня очень любил зависимость ему конечно не давала проявляться как настоящему папе но то что от него шла любовь и тепло я даже теперь помню какая рубашка была по ощущениям вот представляете запахи ощущения ну теперь когда где-то перегоржу чувствую уже теперь не та реакция фу а прям папой пахнет понимаете да любовь к папе пошла безусловное и полное прощение потому что если вы испытываете слову ненависть обиду гнев то придется это все простить отпустить и все равно любить но не так просто особенно когда активно кто-то рядом в результате своей болезни ведет себя но деструктивно да что я вам привожу примеры да кто-то ворует кто-то уже чуть не в тюрьме да кто-то расстался с всеми близкими разругался орет но маты ну как я часто привожу пример так когда мой муж высидел дверь с косяками я пришла я взяла сына пошла к соседям так я сказать не могла ничего я и позвонила не дверь открыли а я сказать ничего не могу не что тут перехватила какие чувства так вот иногда все в единстве шарфик один не шарфик там перехватила сама вот вот такие уже ужасы и я вам рассказываю свои у вас свои такие же вы мне примеров десяток сейчас приведете почему невозможно любить почему невозможно принять потому что каждый день какой-то идет страшное событие которое прерывает поток любви вот как бы ты его не любил мало того я раньше знаете как замечала вот и настроить уже там и сейчас я буду любить сейчас я буду добро делать хорошее что они делают настолько насколько понимаю да созависимость несозависимость по здоровому и как только ты на это настроился теперь как подщечина в ответ приходишь домой а там вот эти обязательно чего-нибудь такое либо украл либо не пришел либо откуда выгнали либо уже не учится либо попал куда-нибудь вот что-нибудь такое вот как подщечина шла как испытание ты хочешь любить на тебе можешь ты это принять а вот это ты можешь принять а вот это ты можешь простить а ты вообще взрослые нет потому что обижается если вы помните обижается это маленькая девочка внутри нас очень хороший у нас есть тренинг работы с внутренним ребенком кому по силам конечно потому что это работа над собой и скорее это ближе до к четвертому шагу понятно но только всегда помните обижается только та маленькая часть которая внутри меня но есть я взрослая потому что если вы посмотрите в паспорт у всех там 18 лет уже давно да и есть это взрослая часть и как ее тогда найти поставить за собой своих предков которые возможно не додали вот ближайшие предки возможно не додали потому что они тоже все болели это же все страдали может быть кто-то есть постарше потому что может быть кого-то вы даже не видели в глаза и тогда такой образ немножко расплывчатый мы можем не знать о той дисфункции которая там была а может быть ее было меньше потому что не все же пили вообще дрались ты и материалист кто-то должен здоровый то иначе вы мы от нас с вами не было понятно да то есть вспоминаете тех предков может быть бабушка может быть прабабушка и обращайтесь прямо к ним чем хороша наша культура мы с вами в православном пространстве живем что мы можем пойти в церковь перед иконкой встать и прямо стоять и просить но флэ до того что если вы не знаете своих предков возьмите уже иконки с их именем и прям к святому туда к этому пожалуйста и пойдет любовь и почувствуете а уж и душе молитва душевный покой нашу что растишь и она вообще дает это ощущение есть у вас опыт когда вы говорите эту молитву каша вдумываюсь молитва отдельная отдельно я головой там молитва тут понятно ничего не срабатывает нужно конечно так чтобы вдумываться в каждое слово что ты говоришь но было ли у вас ощущение когда вы ее проговариваете и вдруг наступает какое-то другое состояние внутри она как-то даже не в голове куда-то вот сюда приходит вот я не видела человека которому после 12 там 15 раза не помогло обязательно приходит ощущение ну более спокойно чем ты когда начинал молиться правда если ты конечно из этого не выпал очень важно вот в этот момент быть расслабленным и вдумываться в то что ты говоришь ну для этого дела лучше стоит на коленях наша поза православная на коленях она лучше для этого ну кто-то даже еще больше более кланяется до предкам и богу и высшей силе как мы и понимаем программе высшая сила как вы ее понимаете ничего больше я вам привожу пример из православия хотя у вас могут быть свои высшие силы и пожалуйста важно что она там есть и всегда любит и всегда даст то есть где взять взять от высшей силы как мы ее понимаем и делайте это даже вместе с первым шагом вот если кто-то сидит на первом шаге вы горите еще не продвинулся еще там не не понял я еще не признал там свое бессилие кто знает когда это сработает да есть люди которые через несколько лет понимают о у меня сработало теперь а на самом деле выздоравливаем и ведем себя по-другому и значит берем высшие силы и понимаем что становится легче на душе когда легче на душе я более ресурсный ресурс могу давать давать своим предкам ну там редком потомкам смотря кто у вас употребляет потому что на живого потребления могут быть да и несколько человек в семье значит несколько поколений предков либо святых которые с именами и вспомнить того кто там был ресурсный кто мог проявлять любовь и как она проявлялась вообще можно конечно посидеть и вспомнить как меня любили вообще потому что все действия наших родителей даже если они на сколотили ремнем ежедневно это было все про любовь согласны со мной не очень тогда давайте про не любовь вот когда кто-то кого-то не любит вам какие чувства он как проявляется вот совершенно не люблю кого-то как проявляется на него во первых плевать я о нем не думаю никогда и я к нему равнодушен вот как только наступает равнодушие все любовь закончилась у нас с вами конечно такая броня это созависимость так как броня и мы иногда перестанем вообще чувствовать это неравнодушие мы просто становимся неживые вот даже себя можешь это щипать или там даже в душе моешься или чего-нибудь массаж те делают не чувствуешь ничего это конечно очень большая степень срывая созависимого до когда уже ничего не чувствуешь там уже все атрофировалась и в общем глаза пустые но это уже совсем нехорошо понятно да там близко к неврозу и можем и попасть куда-нибудь понимаете даму там зоне риска тоже конечно оживая выздоравливая живая у нас уже не вы не возникает равнодушие чтобы вы себя не ругали что я никого не люблю и не уже на всех плевать и чтобы уже все умерли бывают такие родители которые приходят и говорят хоть вы уже похороните все и и вот это тоже смена ценности это тоже ценности которые утратили смысл и конечно это ужасная вещь когда-то родители хотят своим близкому употребляющему чтобы он уже похороните и всем помолиться и оставить это вот это совсем нехорошие вещи это вот не любой в крайней степени да понятно а пока все еще рут все еще ругаются все еще толкаются еще контролируют еще там лезут не знаю обыскивать это все еще про любовь когда еще ваши родители там морали на вас и ругались и может быть так всяко это все еще было про любовь но к сожалению если вы вода я правда я знаю как это происходит если кто-то выдал выдал это дети выросшие деструктивных семей те у кого-либо употребляли либо ну какие-то другие были деструкции очень сложные в основном понятно да дети алкоголь как дальше мы сюда приходим в азаре то автомат так внуки алкогольков то что вы понимаете через поколение так и идет дальше так вот там человек выпивший он как перестает существовать вот он вроде есть ты его видишь и можно даже подойти потрогать а вот душой ты его не слышишь ты не можешь его почувствовать вот 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 что делает опьянение человека его не слышно душа не работает в этот момент очень интересно кажется да психоактивные что поступает куда в желудок там ну печень да ну почки работаю а душа перестает работать при сильной степени конечно понимаю что мне многие спрашивают когда же употреблять тогда совсем не употреблять употреблять только на юбилеев раз пять-десять лет и на свадьбах который раз жить все больше никогда не употреблять можно вообще не употреблять это все равно яды все равно яды все равно клетки головной мозга погибли значит как мы уходим мы становимся немножко живые более живые учимся с помощью молитвы высшей силы помощи предков и того кто любил и учимся давать по здоровому может быть несколько раз подумав это сейчас любовь или это сейчас опять пошел сверхконтроль это сейчас по-настоящему забота или сверх забота то есть сначала подумаем потом двигаемся это такой здоровый кошачий шаг называется я сначала думаю там знаете как кошка ходит когда она в неизвестной обстановке да она там оглядывает осматривает лапу заносит аккуратненько ставит потом опять осматривается обнюхивается потом дальше идет под кошачий шаг это здоровый шаг то есть делать медленно подумав и может быть не посоветовавшись не поговорить ни с кем не делать очень тонкая грань между любовью и созависимостью литература много но лучше учиться самой до чем просто теорию изучать слышали когда не бог это любовь а почему такая фраза да оказывается он любит безусловно его присутствие дает вот эту безусловно любовь жизни то есть многие говорят бог это только в церкви или только на небе а на самом деле каждому из нас дал самое самое дорогое что у него было до бриллиантий кусочек туши с ней пришли с ней уйдем вы как-то против или вас вопрос внутри нас вот внутри нас он есть и он нас всегда любит и если брать наше тело созависимости здесь созависимость смертельное заболевание да наши мысли наши команды оттуда нас разрушают а вот что ниже борется за что вот мы с вами родились и всю свою жизнь боремся за что за выживание вообще вы чувствуете да если мы даже не докормили не допоили не отдохнули тело все равно будет бороться чуть сломали обожгли она будет заживать и все равно бороться вот все ниже борется за жизнь она не хочет туда в землю в червяки понятно да душе и так да вот так философским это все смотрит потому что я как было так и останусь это вот нас уничтожает вот это все борется за жизнь поэтому если слушать свое тело как вы сейчас сидели его и слушали да кому-то стало тесно свои обуви кто-то устал сидеть кто-то понял что сегодня пахал с утра уже устал кто-то от жары уже устал у кого-то давление уже кто-то не поел во время не попил вы все это почувствовали потому что это все здорово и она как я за жизнь я здесь и если я с боком то я и любовь вот все просто на самом деле никаких высоких материй что это там вот когда-то чего-то мы научимся безусловно любить если так взять за пример у вас уже сейчас есть люди или кто-то еще живой кого вы очень любите безусловно точно у кого есть маленькие дети или внуки точно их любите безусловно и капризничать ночью будет там ходят под себя едят не едят с температурой а мы все равно любим правильно у кого-то и животные которого любишь бесконечный готов не знаю что для него сделать потому что это поступиться ради этом кто-то любит свои дома цветы кто-то растение на даче в огороде да вот у нас всегда есть тот кого мы любим безусловно так вот эту любовь которую вы нашли сами распространить его на близкого того который сейчас не очень любимый и не очень любящий понятно что человек зависимый он не очень может давать у него и вся сила уходит на то чтобы справиться с психоактивным веществом либо с тягой либо понятно с чем а как же научиться его зависимым любить то вот то что если вы в матери да и вы родили детей ну либо вы жены и или мужья да и женились или влюбились свое время зависимого то и в тот момент ведь любили точек по-другому то быть не могло соединили свою жизнь или дали жизнь именно из любви он родился если родился да у вас ребенок то он родился от любви потом что-то произошло ваше заболевание семей помните заболевание то семейное это не он такой виновата или она это мы все тут хорошо поучаствовали и не только мы прерванный поток любви он там войну может быть кто-то кого-то убил от природный поток любви в роду это серьезные вещи это кто-то кому-то вред нанес кто-то кого-то точно не любил ненавидел кто-то кого-то уничтожил может быть всю жизнь вообще а может быть и и жизнь отнял вот такие вещи потому что любая зависимости на результат вот таких вещей может быть мы об этом пока не знаем и возможно не узнаем никогда но это факт и наш близкий который крайний младший он не виноват что он заболел но его заболевание она уничтожает его и уничтожать нас ну или и и да и как тогда его полюбить раньше любили когда был маленький любили когда даже может быть очень болел или да был не очень послушный все равно любили а теперь согласны что лекарства согласны что зависимости это меньше сейчас еще остановлюсь на этом почему и станет меньше а как научиться а что изменилось то кроме поведения вырос а чё больших нельзя любить изменилась поведение мышление реакция результат заболевания а ушки а носика глазки волосики ведь все остались и на нас похож если взять фотографию это много чего нашего ведь похож и раньше очень это место любила и вот отделить близкого от его заболевания то есть опять же зависимость у него тоже здесь у нас созависимость здесь максимально отделиться от поведения мышления реакции и увидеть что осталось в теле возможно уже спина вся такая худющий тут цвет лица синющий я так и фотографии сейчас храню стоит мама я и мой сын вот это последние наверно месяца употребления там непонятно кто употребляет там все там все употребление зеленым цветом лица синим зеленым ужасными глазами шутящие вот есть такая фотография вся семья больна это те кто остались на фронте по не помнить да у меня муж то ушел когда сын начал употреблять такие вещи то серьезные папа не обложит муж ушел в свое выздоровление он сказал если сорвусь тут я мое выздоровление мне здоровье это правильно потому что если по него у меня тут срыве были тут вообще был бы ужас значит мы остались троем и вот эти трое и очень выздоравливающие были конечно с ужасным видом но это был ужасный вид болезни это болезнь но есть то что здорово и потому что здорово и остается как клар новик с этими ушами мы сидим горшке с этими ушами идем темно тот свет ушки то есть вот найти хоть что-то что осталось это что я люблю то что мне дорого потому что если по мне было дорого вы здесь вообще не сидели помните про не любовь то не любовь это равнодушие мне плевать я никуда не пойду выздоравливать пусть это вода хочет нет мы с вами здесь потому что мы хотим этот эту ситуацию изменить и вот так учимся отделяем близкого от его болезни хоть что-то на хай маленькой и начинаем это безусловно любить и эта работа конечно души это работа туши сердцу как понимает кто у кого где душа у кого-то на уровне солнечного смятения кого-то в сердце вот эта работа это сидишь и любишь но где взять взять там либо в бога либо у предков у тех и других просите вообще просите до тех пор пока не дадут я серьезно и даю всем упражнения прямо вот как только сели где-то на диванчик на стульчик у час вы сели папа за этим плечом и погон весь рот дедушки и бабушки и прабабушки и прадедушки все 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 там дяди тети там племянники все там тоже мама здесь за этим плечом и за мамой тоже либо ее родители и предки и все 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 кого знаешь и не знаешь хотя бы имена да а может быть и ними на фамилии даже у нас как минимум с вами в каждом четыре фамилии правильно папина мамина девичья бабушкина девичья этой бабушки девичья всякое есть я и петрова иванова и сидорова и я наследница дайте мне надо не надо если вам надо детей растить мне детей надо вы вытянуть дайте сил дайте ну все очень дайте разумение да дайте тепла дайте любви дайте поддержки мне надо я не справляюсь и естественно сидеть до тех пор пока не дадут как вы поймете что они дали а что почувству возможно такую поддержку прям вот знаете как бывает такая пора сзади пойдет прям руки руки чувствуешь они прям а еще что может быть у кого-то за мной спина за ноет это значит кто-то недолюбленные кто-то там стучится в общем чем ниже ноет спина тем дальние предки стучаться то есть надо всех упомянуть там свечки поставить может быть там записки написать но кто в православии кто-то в другой религии ищите свои способы не знаю как в других религий а еще что оттуда пойдет силы рода такой знаете они такие большие потому что наши родители нас выше в два раза точно а бабушки девушки еще больше в два раза а еще еще больше это вообще армии там как один глазунова вот если вы порисуете свое родовое дерево там же лица 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 люди 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 и все жили страдали голодали воевали для чего чтобы жили мы другого смысла никакого нет жизни чтобы были потомки и чтобы они их помнили помнить особо нас нас обычно не требует чтоб только имена ну да ты если вы в радистскую субботу всех поминаете на радистскую все кто погибли например во время войны 9 мая пусть будет 9 мая все как у вас принято в семье но если вы их не помните они не дают я не говорю что они обижаются они просто тебе не надо я и разрушаюсь от этого душа бессмертно вот почему этот метод позволяет нам оттуда взять душа бессмертно и она близко к высшей силе понимаете на там на небе и она конечно способна нам много чего дать значит что почувствуем за ней кроме одержки опоры чем тепло любовь это тепло вот я первый раз это ощутила я такая же как вы до недолюбленные также не дали не дали все а еще это раньше думаю родине потом себе человек робот это естественно до перфекционизм значит я вот когда в расстановка стояла и это первый раз почувствовала это как горчичники сзади приложение прямо идет тепло оттуда и чем дальше стоишь тем больше этого тепла дают и дают и дают там бесконечный поток вот источник любви источник тепла его можно круглосуточно получать неважно что там не время или не место мы маленькие небольшие они дадут наше тело поклониться и попросить можно в церкви кому удобно в церкви и кому вот ну приемлемо да можете в церкви там все-таки тишина и обстановка но можно же и домашних моментов да можно на природе где никто не отвлекает мысль никуда не улетала вот можно где угодно вы сели или там стали оперлись и чувствуете и пойдет пойдет давать неровно идет на папина сторона идет маме я иногда делаю у меня такая бабушка злая вылезать на башка такая серьезная чем я тогда дожка чуть-чуть что-то я накосячил что-то не то делать и можно подумать на эту тему то есть вот у нас с вами есть замещающие восприятие чем хорошо хороший метод у нас у всех с вами есть замещающие восприятие мы этот мир когда родились не только слышали видели там на вкус на звук мы чувствовали того человек который рядом ребенок же рождается ничего не знает об этом мире и он начинает считать каким созависимость каким образом владение становится созависимым в курсе можно определить в год же человек созависимы в год жизни нужно определить что чек созависимости еще нет а созависимость уже не таша рядом с ним близкий был созависимый и как он себя чувствовал как он реагировал так и реагирует ребенку он учиться реагирует на этот мир как как тот который его воспитывают как тот или рядом с ним поэтому если нанимаете greenhouse так берите здорово по здоровью по крайней мере и сами конечно с ребенком до изучайте момент чтобы быть более здоровым поведением и вот он считывает состояние почему он считывает ребенок пошел физически зависит от того человек который рядом с ним физически его не покормит он не поезд его не переклинать там запрет и все поэтому считаю и у нас это с вами замечающий восприятие остается вот если кто знает животными если у вас есть дома животные вы можете с ними разговаривать бессловесно замечали когда-нибудь вот вы думаете а животное герой вот она тоже обладает замечающим восприятием и вывод никакого волшебства никакой магии тут ничего нет то чисто вот от нас идет сила мысли ну сила мысли и мысли материально вы понимаете да найдем и поэтому вот обращаться туда можем оттуда брать можем молитве получаем и учимся отдавать вот получили когда получили тогда есть чего дать если недополучили наполняемся да вот если не очень чувствую себя любимыми любим берем и тогда даем тогда можно принять безусловно даже если зависимый выше пилотаж конечно принять вместе с зависимостью но это не сегодня это вот дело будущего это как цель да а еще безусловная любовь к себе говорили же дай сегодня что мы себя безусловно не любим а почему откуда у нас нет вот этого безусловного принятия себя от воспитания ведь нас с вами воспитывали вот критикой сравнениями упреками но по-разному если уж даже родители такие более-менее были добрые лояльные то детский сад то какой жить жуткая кто в детский сад ходил вес ли а школа там уже все ругали даже уборщица в коридоре даже гардин общиться не применула чего-нибудь да воткнуть и однажды ехала маршрутка ехал мальчик лет 12 не было так кепка на бок так вся маршрутка ему сделала замечание он ехал без родителей каждый сделал замечание я уделял зим как у нас это вот-вот по воспитывать таковой чашу замечание это делать и что не предложить или спросите почему у тебя так кепка да нет я не так кепка не так сидишь не так стоишь не так щетка не так зубная паста да мы с вами растем в как это вносили система всегда давит и так ну человек перенесший насилием всегда склонен к насилию этот автомат и поэтому их так мастровали и куда-то это надо деть собственное напряжение а этот послабее он без родителей защитить некого в 12 он еще не огрызается если он было 14 он бы может быть все получали или 15 он даем сказал тут на всю маршрутку а вот там еще можно понимаете мы с вами все так воспитаны а еще мы стали внутри что себе говорить нельзя не положено ты не заслужила не сейчас ты должна вот у нас с вами основное ты должна или должен и вот мы этим руководствуемся и там не про любовь когда у вас сейчас звучат слова ваш адрес или в чьей-то должен обязан нужно надо это слова подавления слова насилия компенсируйте я всегда говорю если вы срывает для себя решил да или решила так не буду себя больше критиковать все только хвалить вот у языка есть такое упражнение 400 раз в день себя хвалить попробуйте каждые 8 минут меня клиенты посчитали каждые 8 минут я хвалишь вырабатывается другая позиция по отношению к себе потому что накосячила делаешь опять же кто с перфекционизм работает делайте на троечку на 3 с минусом делать тоже легче становится специально ну понятно до определенной степени уж понимаете с работы чтоб не вылететь мало ли там наделаете отчетов что вас погонят все рожи в зеркало тоже об этом нам мы все с вами получали . за это дело когда вы кривлялись дети все кривляются но мы с вами нам всем с вами попало да вот делайте это в безопасной обстановке дома рожа в зеркало и появится другое ощущение себя другое понимание что есть свобода выбора ты не должен обязан все время круглосуточно а на самом деле ты живой ты можешь быть другой же жизнь это здоровье до любой к себе это здоровье и тогда появится другое значит что еще можно поделать чтобы себя полюбить принять все в себе как есть если вдруг сорвалась например я решила 400 разве себя хвалить а начала опять ругать к стекам я себя несколько лет назад поймала на на такой фраг я в доме 1 да я собираюсь на работу я конечно тороплюсь там всегда вечно 5 минут не хватает все понятно и одеваюсь и вдруг я сама себе говорю ты можешь быстрее да вот так это кто это кто это чей голос я не поняла чей голос потому что я не помню чтоб меня сильно гнали но ведь кто-то гнал а теперь я гоню сама себя ты можешь быстрее прям ты можешь быстрее да сейчас накажусь у него ж быстро если опоздаешь да если вы вот на такой фразе или на какой-то другой себя поймали сразу компенсировать компенсировать это себе возместить ущерб дать хорошие эмоции естественно не сладким чем-то понятно да я не в сериал за замкнуться а к что вызывает у меня хорошее настроение 25 пунктов написал и из этого что-то себе поделать ноги как не работает игру значит два раза поделать я вас уверяю тело потом прервет этот поток критики он скажет нет хватит потому что если вы ну предположим да я себя покритиковала теперь 1000 я должна потратить себе на приятные тебе вещи как потратили ты еще так следующий раз нету и критики нету денежек столько не если что в столько раз себя компенсировать ну это пример на самом деле вы можете по-другому значит беру выходной или выходной тогда там не знаю загораю ничего не делаю на общем чего-нибудь такое иду в спа принимаю душ с пенкой нам каучу каучу кто чего испытывает хорошее чувство иду в кино себя разгуливаю гуляю театр в общем как только по критикала стоп не компенсировать мне компенсировать и близким конечно точно так же если вы свое зависимого обозвали если вы своего зависимого на него злитесь если вы на него ругаетесь компенсирует я понимаю что деньги нельзя давать в руки да но тогда говорить ласковые слова 8 минут засекали время и говорите какой прекрасный или она нереально это кажется со стороны когда начинаешь работать становится реально потому что ну сначала конечно не идет ничего смазка не получится ваши зависимый вас прочитать 5 секунд вы понимаете да у них такой компьютер они вот нас они обманут мы их никогда называется не получится у меня когда сын вышел из рек-центра он как ты понимаешь что я всегда тебя в виду в укроп пальцев я понимаю даже не собираюсь спорить хотя я специалист по зависимости без разницы это это точно совершенно у них очень хорошо работает голова на наших ребят с вами у них там дом советов к слава богу это после лечения все остается никуда не одевается все замечательно значит если не получается его лично хвалить и там говорить хорошие слова берете детскую фотку где счастливый радостный где еще не болел и туда наверно пойдут слезы прежде всего боль пойдет вот туда плакать и говорить хорошие слова потому что быть живым это в сторону здоровья плакать это в сторону здоровья стонать дышать выдыхать это в сторону здоровья пишите дышите дышите боль выходит с дыханием боль выходит не с количеством жидкости чем больше вы вы становаете выдыхаете со стоном тем лучше выходит боль то что именно боль нам не дают любить через боль очень тяжело а основная масса приходящих первые шаги делающие программе конечно мы испытываем боль я когда пришла в лану у нас был только ланом то сейчас на рано он там кодом да да сейчас куда хочешь и тогда было но он один раз неделю мы все пришли и я вот сидела с людочкой тоже человек пришел первый раз и мы сейчас провели ничего не смогли сказать мы даже не слушали никого месячный час ревели под текло и текло текло и текло до жидкости слезы и никто не сказал что дыши я просто было очень тяжело или удочки нет вот созависимости тоже смертельное заболевание я давно нет на южном кладбище она моего возраста и нет так что все очень серьезно я предлагаю начать прямо сегодня начать себя любить любить по-разному не только словами не только мысленно а может быть прямо вот тело свое поберечь полюбить себя вот отдохнуть покормить свои потребности по исследовать помните нас зависимости вообще это не реализованные потребности не выраженные чувства все причины 2 мы бы с вами прожили все что угодно все войны революции все весь голод холод и все деструктивные семьи если нам там дали выражать чувства и передали ответственность за потребности к сожалению никто не сделал поэтому здесь на самом деле не все здесь кто выросли деструктивных семьях вот это не автомат что обязательно дальше проблема зависимости продолжается и все остаются просто редкость большая у меня была клиентка часто они рассказываю она выросла в деструктивной совершенно семье там папы не было вообще неизвестно кто папа мама была алкоголичка причем но меняла партнеров очень образ жизни определенный да а девочка росла в этой семье всю жизнь и она всем абсолютно рассказывал о том что у нее происходит происходит семье она всем соседям всем рассказывал если она шла в садик она в садике всем рассказывала во дворе она в полицию ходил в милицию всем рассказывают ну мать запой не до девочки а девочка всем рассказывал и когда она ко мне пришла на группу она три раза пришла на год я все поняла я всегда это все делала мне все в порядке институт сорянки но это один человек наверное да на миллион такой а нам там мы заткнулись и мы не говорим очень серьезные важные вещи и больные мы не говорим и не можем сказать и примите себя такими пока это так потому что честность у нас там после четвертого шага может быть после 11 потребности это не то что хочу или нужно потребность это без чего жить не могу за нас многое делали либо говорили тебе это не нужно ну вы знаете в разных семьях мы выросли кто-то не очень обеспеченных семьях поэтому тебе это не нужно и и нам это не положено этого нельзя а может показывали что это нельзя потому что например вот в нашей семье нельзя было никогда лежать днем если кто-то лежал днем это болел остальные все должны были до ночи отчета делать делать слишком занят чтобы жить папа лежал потому что папа выпил да можно лежать а мама нет и мама с больными ногами как ушла от травы флебита жизни раньше времени понимаете да все же не на ногах всю жизнь пахивать велись потолки красит полы это мамина двигать шкафы и все это прочее это все мамина все понятно а маяс и кровь например я помню когда это знакомился пришла на лежит среди дня в час дня я пришла в гости до будущая невестка она лежит ночной рубахи в расстеленной кровати и вы что болеете мы так нет я еще 92 мы с ней очень дружно очень хороших отношений я 92 она своей мамы ровесниц она есть понимаете да вот человек объяснили что такой потребности хочу лежу а хочу встаю хочу делаю хочу нет я помню вымола у нее плиту не засорилась раковина это вот так вот ним этой плита не знаю месяц наверное я и когда смотрел на ее полы дом интересно сколько надо мить полыше было столько пыли вот это так человек так же нормально зато и 92 я не говорю что вы тогда слышите меня к тому что у человек вот ей все можно вот как хотела такая жила вот что хотела то и делала молодец это алкоголик но она тоже в цена нет всего мирурия у нее дочери нет она всех пережила ну вот так система отдувается на младших поэтому мы здесь с вами сидим они дома понимаете да мая свекровь никогда не пришла на группу возможно у него были живы если бы она пришла на группу вовремя нет они вы не прочитала ни одной книжки не пришла на группу спасла только себя она конечно другая потому что вокруг нее все все выздоравливающие все программные она выздоравливает таким образом вокруг нее все выздоравливают либо уходят из жизни они муж алкогольку не сыну к коликой дочка психически не здорово вот так она была созависим она была созависимой просто вот ей у нее потребности реализовывались несколько больше чем например моей матери почему он города срок жизни другой и перспектива у нее есть но только у нее а нужно все равно выздоравливать про 6 если есть созависимой семье то выздоравливать все равно на группы ходить все равно читать писать на с наставником обязательно но сегодня говорил о хеллингере который очень помогает смысле метод да если вы придете когда на остановку будет понятно в каком месте надо срочно чинить в каком месте надо срочно кланяться и кого-то поминать либо кого-то восстанавливать либо что-то сделать для своего близкого чтобы было быстро потому что выздоравливать долго и методом тыка сработает не сработает у нас с вами нет столько времени наши дети живут четыре года и не больше кто на тяжелых наркотиков узнать просто я показываю да на фотографии потому что здесь все ребята наши все за русские потомки те кто выздоравливает здесь и те кто выздоравливает именно именно выздоравливаем ну что как-то более-менее понятно